Сейчас переходим к теме, которая волнует не только тех, кто живет в Украине, но также тех самых беженцев по всему миру из Украины. Это переговоры Украины и России. Что известно сейчас и на каком этапе находится линия этих разговоров, если они вообще есть. Для начала предлагаю посмотреть сюжет. США, равно как и другие страны-партнеры, не станут подталкивать Украину к переговорам с российским агрессором, заявили в Белом доме. Добавив, что этого не произойдет, даже если администрация президента Байдена сочтет переговоры необходимыми. Президент Зеленский сам будет определять, как будет решаться вопрос о победе, когда и на каких условиях. А мы будем делать все, чтобы он мог добиться успехов на поле боя, чтобы он мог добиться успехов за столом переговоров. Но даже президент Зеленский скажет вам, что сейчас не время для таких дискуссий. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью Fox News. Кремлевская пропаганда нередко манипулирует переговорами. Мол, Украина не готова к диалогу, а значит мир ей не нужен. На днях спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина уже может принять условия Российской Федерации. Сесть за стол переговоров и закрепить договоренности на бумаге. Какие именно условия он имел в виду, не уточнялось. 4 июля в качестве реакции на эти слова советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал перечень условий для России, после выполнения которых можно будет о чем-то говорить. Немедленное прекращение огня, вывод «Зе войск» из Украины, возвращение похищенных граждан, выдача военных преступников, механизм репараций, признание суверенных прав Украины. Российская сторона отлично знает наши условия. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Твиттер. Самое важное в этой войне сейчас избегать обманчивого выбора между быстрым миром и справедливостью. Это только помогает Путину. Нужны условия, которые могут принять обе стороны, пишет в авторской статье для «Зе Гардиан» экс-руководитель аппарата премьер-министра Британии дипломат Джонатан Паул. По его мнению... Навязывать условия стране можно только в том случае, если вы вторгнетесь и завоюете ее. В противном случае даже победителям придется договариваться, как в Версале в 1919 году. И поскольку никто не предлагает, чтобы Украина вторглась в Россию, Владимир Зеленский прав, утверждая, что эта война должна закончиться путем переговоров. Прочный мир наступит только в том случае, если мы не оставим Россию, лелеющей обиду, изолированную и ожидающую следующей возможности для вторжения. Британский дипломат Джонатан Паул в статье «Зе Гардиан». Дипломат утверждает, что Путин сейчас не готов к серьезным переговорам, но ситуация может измениться в зависимости от его расчета после битвы на Донбассе, которая продолжается. Ранние российско-украинские переговоры были слишком сосредоточены на требованиях России относительно территории и нейтралитета Украины. Новая повестка дня должна быть сбалансирована с приоритетами Украины. Правосудие за совершенные преступления, восстановление страны и признание территориальной целостности Украины. Британский дипломат Джонатан Паул в статье «Зе Гардиан». Сейчас для переговоров точно не время. Причина – ситуация на фронте и непрекращающиеся военные преступления российской армии, утверждает глава переговорной группы с Россией Давид Арахамия. По его мнению, к переговорам можно будет вернуться в августе после контратак, которые планирует ВСУ. А пока все нескончаемые предложения к возобновлению диалога, исходящие от Российской Федерации, по его мнению, не больше, чем попытка создать впечатление о готовности договариваться. Наша переговорная позиция действительно сейчас довольно слаба. Поэтому мы не хотим сидеть за столом, если мы в такой позиции. Нам нужно изменить ее. Глава украинской делегации на переговорах с Россией, председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, в интервью изданию «Аксиос». Переговоры Украины и России не принесли никаких результатов ни в Беларуси, ни в Турции. Поэтому по решению Владимира Зеленского переговоры на паузе с конца мая. Среди предложенных ранее условий от Украины – вопрос Крыма, решаемый в течение 15 лет на двусторонних переговорах, вопрос Донбасса на переговорах Зеленского и Путина, гарантии безопасности от партнеров в случае повторного вторжения и, конечно же, прежде всего референдум, на котором народ Украины определит условия, на которые готов идти. Предшествовать всему этому должен вывод оккупационных российских войск. Однако пока российская сторона не демонстрирует должного понимания. Юлия Безбородько, специальная для информационного марафона «Фридом», телеканал «Юэй». Плохо составленное мирное соглашение между Украиной и Россией позволит Владимиру Путину перегруппировать свои силы и перейти в наступление. К такому выводу пришла министр иностранных дел Великобритании Ли Страс в интервью французскому изданию. Министр подчеркнула, что Украине нужна явная победа, которая восстановит украинский суверенитет и привела в пример компромиссное соглашение наподобие известного всем Мюнхенского соглашения прошлого века. Давайте услышим министра. Мы все знаем, что плохо сопоставленное мирное соглашение позволит Путину перегруппировать свои силы и вновь перейти в наступление. Поэтому мы не можем позволить себе еще одно минское соглашение. Ли Страс, министр иностранных дел Великобритании, из интервью изданию журналь Димош. Есть и высказывание бывшего министра иностранных дел Германии, а сейчас он федеральный президент Франк Вальтер Штайнмайер. Он сказал, что ранее готовность поддержать Украину, чтобы к началу переговоров Киев подошел с сильной позицией, необходимо. И он сказал, цитирую, нам нужно сделать так, чтобы Украине было о чем договариваться, сделать ее сильной до начала переговоров. Мы не будем подталкивать Украину, это ее решение, когда идти по этому пути. Не случайно, думаю, появилось это выступление Штайнмайера, потому что в Украине Штайнмайер известен в первую очередь по названию формулы Штайнмайера, которую еще при президенте Петре Порошенко использовали как аргумент в переговорах в Минской трехсторонней контактной группе. Она в себя включала ряд действий, интерпретацию Минского протокола 2015 года, второго протокола, и вызывала бурную критику как со стороны политических деятелей Украины, так и различного рода экспертов. И после того, когда Штайнмайер предложил эту формулу, внутри Украины его фамилия стала чуть ли не нарицательным, как по формуле Штайнмайера, потому что, еще раз подчеркиваю, волна критики, возникшая вследствие обсуждения предложений Штайнмайера, захлестнула все то, что пытался сделать этот человек в политико-дипломатическом треке или пути решения, тогда еще войны только лишь на Донбассе. Друзья мира, в кавычках, хотят переговоров с Путиным и лелеют опасные мифы. Статья с таким заголовком вышла в немецком онлайн-издании «Фокус». Его главный редактор Ульрих Райтс считает, что Владимир Путин не хочет участвовать в серьезных переговорах, лишь дает приказы вести войну дальше. И так называемые «друзья Путина» ничего не могут с этим сделать. А слова федерального президента Штайнмайера о том, что каждая война заканчивается за столом переговоров, вот в этом журнале «Фокус» автор статьи считает неправдой. Слово «переговоры» ассоциируется с достижением баланса справедливости и мира, но это ложное впечатление. Во-первых, войны обычно заканчиваются не переговорами, а во-вторых, переговоры не обязательно приносят мир. Например, возьмем Польшу. Во время Второй мировой войны сначала она стала жертвой пакта между Гитлером и Сталиным, уничтожившими страну, а позже стала жертвой Сталина и западных союзников. Советский диктатор настаивал на том, чтобы польское государство отошло под власть его империи. Американцы и британцы согласились с этим в ходе переговоров в Потсдаме в 1945 году. Польша потеряла почти половину своей территории. Ульрих Райтс, главный редактор онлайн-издания «Фокус». В общем, «Фокус» — это немецкий информационно-политический еженедельный журнал, который издается с 1993 года и считается журналом либерально-консервативной направленности, ориентирован как раз на тот самый консервативный класс, средний класс немецкого общества. Это нужно тоже понимать для цитирования того или иного источника, потому что все источники имеют определенные собственные идеологические направленности. И вот в данном случае такое мнение в немецком издании, которое придерживается более консервативного взгляда на происходящее. Вот еще оттуда же этот главный редактор «Фокуса» считает, что в данный момент пространства для переговора вообще нету, ведь если Путин согласится на эти переговоры, он не сможет быть уверен, что ему разрешат захватить Донбасс. А если Зеленский согласится на диалог, он также не может быть уверен, что вернет контроль над оккупированными россиянами ранее территориями. Если же Запад пойдет на переговоры, по мнению «Фокуса» этого, тогда надо быть готовым к тому, что Путин выставит цену за вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Это выводы, еще раз хочу сказать, журнала «Фокус», но почему мы их приводим? Они, в общем-то, сгруппированы достаточно четко по своей логике в этой статье, существующей логике у многих, с кем я общаюсь или обсуждаю тему переговоров. Дальше движемся по нашей повестке дня марафона «Фридом» и поговорим о переговорах по поводу зерна. Сейчас известно, что зерно пытаются вывезти из Украины в сторону Латинской Америки и стран Азии через Черное море. Но это все-таки будем обсуждать позже, потому что появился у нас на связи Сергей Лещенко, советник главы офиса президента. Сергей, привет! Добрый день! Я думал, что мы уже не пообщаемся, потому что ты сказал, что 5 минут времени задержка, и я уже хотел переходить на тему зерна. Но раз уже ты здесь, давай тогда вернемся к теме переговоров, которые и то ли идут, то ли не идут, то ли идут, но как-то скрытно. И можешь ли ты что-то объяснить со своей позиции, что известно на этот счет тебе, как представителю в общем украинской власти? Ты имеешь в виду переговоры мирные или переговоры по зерну? Нет-нет, переговоры Россия-Украина по тому вот еще треку, который был в Стамбуле. Я так понимаю, что согласно слов Давида Арахнами, сейчас ни о каких переговорах речи нет. По моей информации, действительно, переговоры, то, что в английском языке называется on hold, то есть они находятся в режиме ожидания. Поэтому ждем, когда противник, понеся определенные потери на фронте, согласится с этим за стол переговоров. Они ушли из-за стола переговоров, они не захотели их проводить. Они посчитали, что для того, чтобы хотя бы как-то оправдать свои потери, 30 с чем-то тысяч погибших российских солдат, миллиарды долларов экономики российской утрачено, на миллиарды долларов оружия утрачено, им нужно хотя бы что-то показать на фронте. И они решили, что будут пока на фронте что-то там доказывать, меряться размерами, а пока они еще не готовы к переговорам. У Пурина всегда готова стол, мы сидим за столом переговоров, если они хотят вернуться, мы всегда с радостью выслушаем их готовность, на какой компромисс они готовы пойти. Потому что Украина свой компромисс озвучила еще в конце апреля в Стамбуле. Даже это был не Крес апреля, по-моему, это было начало апреля. Лучше, наверное, напомнить, что это за компромисс. Потому что уже не все, я думаю, вспомнили. Наши компромиссы были в том, что все войска российские деоккупируют все, что они заняли после 24 февраля. Украина, в свою очередь, соглашается использовать только дипломатические способы для того, чтобы освобождать или вести переговоры об освобождении оккупированного в 2014 году. При этом Украина согласна на нейтральный статус. И при этом Украина подписывает договор о коллективной безопасности с странами-гарантами, отличный от того, что было подписано в Будапеште в 1994 году. То есть с настоящими гарантиями, а не их подделкой. А касательно деноцификации, демилитаризации, по сути, эти вопросы уже сняты с поведения дня, они в последнее время и не звучали на переговорах. Касательно, опять же, то, что происходит сейчас, поиск преимущества сторонами для того, чтобы вернуться за стол переговоров. На сегодняшний день ни одна сторона, ничего системного, я бы сказала, не добилась. И, соответственно, эти переговоры пока находятся в режиме ожидания. Украина готова к переговорам в любой момент. Ну что ж, на этом, да, в общем-то, то, что Украина готова и была готова в рамках минского формата к переговорам, и сейчас, и велись эти переговоры, в общем-то, и с Россией настаивала Украина тогда до 24 февраля 2022 года на переговорах с Российской Федерацией. Это все известные факты. Но то, как себя ведет Россия в данном случае, то есть такое мнение, что они используют переговоры просто для, ну, как декорацию, ширму для все-таки своих военных целей. Или это интерпретация слишком упрощенная, как ты думаешь? Ну, дело в том, что переговоры не ведутся, поэтому использовать их как ширму сейчас невозможно. По сути, скажем, Украина должна сесть за стол переговоров с сильной позицией. Для этого мы должны получить от союзников дальнобойную артиллерию, чтобы врага выбить с тех территорий, которые они оккупировали. И, соответственно, садиться на стол переговор, чтобы подписывать какие-то уступки. Украина не готова за рамками тех компромиссов, которые были озвучены. Я их только что тоже повторил. Собственно, переговоры скорее касаются каких-то адресных историй. Это обмена военнопленными, заложниками или поиск, опять же, формулы, которая позволит вывести часть урожая, которая до сих пор находится в наших хранилищах еще с прошлого года. Ну, там, например, работает активно ООН, ГУТЭРОШ работает. В этом направлении турецкая сторона. По обмену военнопленными работает Главное управление разведки Министерства обороны. Твой фокус работы как советника, как, в общем, публичного человека заключается в разъяснении интерпретации российской стороны того или иного факта из жизни Украины. Вот ты как-то замечал, как российские медиа переосмысляют, либо подают информацию о том, что переговоров нет. Либо этого тоже трека в их медиаповестке нет. В их медиаповестке я вижу только одно. Они переговорами считают нашу капитуляцию. То есть Украина должна прийти, даже не прийти, а приползти за стол переговоров и подписать все, что Россия подала. В их медиа идет такая волна, что, мол, мы передали Украине какие-то наши требования, до сих пор не получили на них ответа. Ну, понятное дело, что требования, которые продиктованы капитуляцией Украины, мы отвечать не будем за столом переговоров, будем отвечать на поле боя. Поэтому на сегодняшний день, повторюсь, ситуация такая, что каждая страна считает, что она не готова к переговорам в собственной интерпретации. В нашей интерпретации мы готовы к переговорам на тех позициях, которые я озвучил. Россия к этим компромиссам не готова, а она ждет, когда она добьется какой-то более сильной позиции на поле боя. А Украина, в свою очередь, дает сдачи и не дает продвигаться России туда, куда она хочет. И мы, в свою очередь, говорим Западу. Запад, смотрите, если вы хотите вообще сохранить баланс сил, которые существуют в Европе после Второй мировой войны, если вы хотите остаться целостным институтом, Евросоюзом и НАТО, то вы должны помочь Украине, потому что сейчас Украина воюет не только ради себя, но и ради того, чтобы ваши солдаты из Бельгии, Ирландии, Британии и Португалии не гибли на полях боя, которые будут, после того, как Россия перейдет к границе НАТО и, соответственно, нападет на одну из стран Альянса, что неизбежно случится, поскольку цель России не просто Украина, а передел полностью всего геополитического ландшафта, который возник после Второй мировой войны. И это случится, и тогда для вас будет уже дилемма. Вы не хотите отправить в Украину дальнобойную артиллерию? Тогда вам придется отправлять в Латвию, в Эстонию, я не знаю, в Балтию, в Польшу, отправлять своих солдат умирать на поле боя. Лучше отправить нам дальнобойную, и мы вам решим эту проблему, которая рано или поздно придет к вам и постучится в вашу дверь. Значит, мне еще интересно твое мнение насчет того, как российская пропаганда постоянно сравнивает Украину и Афганистан. Вот недавно тоже появился анализ распространения материалов с определенными признаками широкого распространения, умышленного широкого. Я имею в виду и в медиа, и через их стейкхолдеров, и через блогеров, говорящих там персон определенных. Так вот, сейчас они пишут, что Вашингтон-Пост сообщает, что Киев рискует стать новым Кабулом, передает Федеральное агентство новостей, якобы со ссылкой вот на Вашингтон-Пост. И я открываю статью Вашингтон-Пост, здесь заголовок совершенно другой, тут совершенно о другом идет речь, но у русских, у них как будто бы какой-то вот есть мотив постоянно сравнивать Украину с Афганистаном. Как ты думаешь, почему? Потому что они последнюю историю с эвакуацией американских солдат в Афганистане интерпретируют как поражение Америки и хотят показать, что Америка проиграла в Афганистане, Америка проиграет и в Украине. Для Украины это не война между Америкой и Россией, для Украины это война наша за независимость, антиколониальная война против митрополии. Это война за освобождение Украины от российской, по сути, агрессии, которая пришла на наши земли, и она двигалась тут гибридными методами, не только военными, но и пропагандистскими, информационными, политическими, через влияние на институции власти, через Медведчука, Деркача и так дальше. То есть это наша антиколониальная война, она уже длится не первый год. Поэтому эти интерпретации, что там это Кабул, Афгана, это Афганистан в центре американо-российского противостояния, теперь Украина, это их чисто такая внутренняя... Тут, как бы, знаете, есть понятные какие-то слова, которые для российской аудитории, они цепляют. Афганистан, поскольку есть много жертв афганской войны, много ветеранов афганской войны еще, Советского Союза, для них слово Афганистан сразу триггерное, поэтому они его выбрасывают в информационное пространство. Хорошо, что Вьетнам не вспомнили еще. Ну, просто для... Они могли бы сказать Вьетнам, но поскольку Вьетнам для Советского Союза и для России не был достаточно как бы присутствующим повседневно в повестке дня, они этот термин не используют. Они вот находят то, что резонирует с внутренней аудиторией. Для других потребителей это, конечно, никого влияния не имеет, но им нужно постоянно кормить свою пасту, своих лоховых, из-за них, из-за выражения, чтобы они потребляли этот комбикорм и не слазили с уголки пропагандистской подпитки. Еще одна тема для подобной дискуссии внутри российского федерального медийного пространства, скажем так, это повышение цен и инфляция в западных странах. Я, когда был на саммите НАТО в Мадриде на прошлой неделе, слышал, какие вопросы задают журналисты своим лидерам своих стран, в частности Байдену или, например, там уже Эрдогану, да. Ну, у Эрдогана не так инфляция интересовала от журналистов, но Байдена журналисты спрашивали, что как же так мы переживаем такую инфляцию, как будем реагировать. И вслед за пресс-конференцией Байдена выступил Дональд Трамп, который заявил, вот при мне бы такой инфляции, значит, не было, и роста цен не было. Но российские медиа тут добавляют всегда еще, что, мол, такая ситуация из-за Украины происходит. И этот момент, который они добавляют как через свои англоязычные медиа и другие национальные языковые попытки присутствия, он, по-моему, не до конца разъясняется с нашей стороны, что на самом деле такой привязки нет. Вот что бы ты ответил? Это последствия коронавируса. Это инфляция в мире, и в Америке, в частности, в первую очередь спровоцирована огромными вливаниями из-за попытки выйти из кризиса коронавируса. Потому что, по сути, экономика мира на полтора года была заторможена, и чтобы ее стимулировать, выделялись огромные средства, ничем не подкрепленные, вливались в экономику, и сейчас эта спираль инфляции раскручивается. Украина здесь играет далеко не первую роль, и она может где-то только на уровне энергоносителей, скажем так, добавлять долю процента к той инфляции, которая спровоцирована коронавирусом. Касательно, почему российская пропаганда это использует, потому что российская пропаганда, она в Америке в самой не очень эффективна, и в Европе нет. Но есть рынки потребления этой пропаганды в Африке, в Латинской Америке очень большие, и нужно сказать, что, например, на африканском континенте эта пропаганда, она добивается своих целей, и там нашу войну видят русскими глазами очень часто. И поэтому им нужны такие вот примеры, чтобы показать, что вот видите, до чего доводят эти империалисты, НАТО, американский обком и так дальше. Вот, уже даже сами американцы страдают. То есть, ну, это методы Советского Союза. По большому счету, помните, был доктор Хайдер, который какого-то бомжа постоянно показывали на советском телевидении, который голодал под Белым домом. В самой Америке доктора Хайдера никто не знал, а в России, в Советском Союзе этот доктор Хайдер был чуть ли не национальный герой, которому приписывали все честноты невинно страждающего и борца за мир во всем мире. Придуманный персонаж. Вот здесь он тоже как бы придумывает определенную реальность для того, чтобы продавать ее на третьих рынках медиинских пропагандистов. Так и есть, Сергей. Я слушал выступление Тимоти Снайдера, известного историка, публициста, такого поп-комментатора событий, можно сказать. Он как раз тоже пришел к выводу, что борьба за Украину должна вестись в том числе в странах условного глобального юга. Глобальный юг это страны Латинской Америки, африканские страны, это в том числе и Азия, такая как Лаос, например. Сергей, спасибо тебе за включение, за разъяснение.